ПЕСНЯ В небесах нет ночей, Не кончается день и не нужно свечей. Стражей нету ворот, но лишь чистый душой В этот город пойдет. Я туда знаю путь в небеса он ведет, Через сердце, в котором есть Бог. Только чистый душой в этот город пойдет, Нет других в этот город дорог. Город тот золотой, не сумеет никто Всять в богатство с собой. Днем любовь словно свет драгоценных людей В этом городе нет. Я туда знаю путь в небеса он ведет, Через сердце, в котором есть Бог. Только чистый душой в этот город пойдет, Нет других в этот город дорог. Жизнь пройдет так быстро, Пролетят года, Знает ли ты, как попасть туда? Музыка 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 Спасибо, Виктор. Четвертая книга «Царств», 25-я. Первая книга «Царств» Отсюда начать, да? Девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел на Вуходоносор. Царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Садыкия. Садыкия. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдые же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских. И все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривулу, и произвели над ним суд. И сыновей Садыкия закололи перед глазами его, а самому Садыкия ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в двенадцатый год, на выхода на Сора, царя Вавилонского пришел на Вузардан. Начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим. И сжег дом Господен и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушила войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передали царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил на Вусардан. Начальник телохранителей, и только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. Четвертая книга царств, 25-я. Вот это конец, в конце концов, царство Юдине. Столько раз Езехил и Еремия умоляли им покаяться, покайтесь, покайтесь, чтобы это не было бы. Видим здесь, как Бог терпел очень долго. Столько веков Он терпел. Но в конце концов, суд придет. И это первый урок для нас, что мы, наверное, считаем, что Бога столько милост, столько благодать, что Он как-то не будет никогда не осуждать людям. Но здесь у нас пример, как Он столько терпел. Столько терпел. А в конце концов, суд пришел. Это не так, что Он совсем забыл о том, что они так страшно грешили. И вот Вавилон, вавилонские войски пришли к Иерусалиму в первом стихе, осадил его и устроил вокруг него вал. Езехил, вот, десятки лет до этого рисовал вал и ситуации, какой-то план Иерусалима, с этим вот войском, вот, вокруг и вал. И он сказал, что если вы не будете покаяться, это будет. Видите, как в плане Божьем есть разные возможности. Если они сразу покаялись, вот, то это не случилось бы. У них были полны, вот, потенциал и возможности покаяться, чтобы тот ситуации не получилось. Вот, он даже рисовал, как я сказал, картина Иерусалима и вокруг него вал. Ну, они не покаялись, поэтому это получилось. Так, в пятом стихе, тот цар Садикия убежал или пробовал убежать. Погналось в войсках Алдейскую за царем и настигли его на раввинах Ериконских. И все войска его разбежались от него. Столько раз Еремия, пророк Еремия, Гаврил с этом Садикии и объяснил ему, что если ты будешь покаяться, тогда не будет так страшно для тебя. Нет, все будет в мире, все наладится по-нормальному для тебя. Он, конечно, это не хотел. Гордость по препятствию. Он даже сказал Еремию, я как-то верю в то, что ты скажешь, но ради других, ради моей жены, царей я не могу это делать. Если он смирился это делать, это не случилось бы. Весь тот историй, что вот царь убежал из Иерусалима в сторону Ерикону. Конечно, Иисус как-то построил тот факт, тот историй, его притч, добрый самаритяна. Где человек вышел из Иерусалима и тоже шел на эту же дорогу, на раввинах Ериконских и вот попал между воров и он почти умер. То есть Иисус имел в виду, что Мой все тот человек, который вышел из Иерусалима на раввинах Ериконских и попал между воров и он почти умер. А вот Иисус, как добрый самаритяна, пришел из вас, нам. Это так, как мы все, как садики. Столько раз Бог умолял нам. Бог умолял садики, словом его через Еремию. А Бог столько раз умолял нам покаяться, и мы не обратили внимания. А все равно, если как-то где-то в сердце есть какое-то долг смирения, тогда Он будет как-то нам избавить до самой последней минуты. Несколько раз в Еремии Бог сказал тот садики, что да, царь Вавилона приходит, вот он будет окружать Иерусалиму, и ты умрешь. Даже очень неприятно с мертвым. Но так не случилось. Так не случилось садики. Читаем в 7 стихе. И сыновей садики закололи пред глазами его, а самому садики ослепили глаза, и сковали его в форме, и отвели его в Вавилон. То есть он не умер. Мы думаем, а почему сыновей садики, они убили? А вот почему самым садики, как царь, как-то остался живой? Когда Еремия сказал, что да нет, ты умрешь. Когда Вавилон приходит, ты умрешь. А почему тогда? И дальше мы будем читать, что тот царь садики жил довольно спокойно в Вавилоне, хотя слепой. И жил довольно спокойно в Вавилоне, царь Вавилонский дал ему все, одежды, довольно шикарная жизнь. А почему? Когда Бог сказал раньше, что садики ты точно умрешь. Когда царь Вавилонский приходит. Я думаю, что он покаялся на каком-то мере. Наверное, не очень так, как идеально было бы. И с нами тоже есть какое-то качество покаяния. Мы сможем вот, вполне покаяться, что вот, да, дальше не буду грешить и не будем грешить. Вот. Это покаяние, наверное, в самом высоком уровне. Ну, как мы все в курсе дели, мы не все такие. У нас тот желез внутри, кажется, нет. А это не значит, что Бог не будет нам как-то воспринимать. Это не все так черно-белее. Ты либо очень святой человек, либо ты страшный грешник. Фактически мы все страшные грешники. А Бог все равно как-то спас тот царь Садики. Не смотря на то, что он раньше сказал, что да нет, ты сразу умрешь. На руках тот царь Вавилонский. Значит, что когда есть какой-то долг смирения, долг покаяния, то Бог готов с этим воздействовать. Адам и Ева, по-моему, нагладный пример об этом. Когда Бог зашел к ним и сказал, ну, ребят, что вы делали? Они покаялись. Ну, я сказал бы, не очень. Адам сказал, ну, тот жена, которой ты, Бог, дал мне, она предлагала мне кушать. Я кушаю. Ну, ладно, я кушаю. Ну, Бог, ты виноват. Ты дал мне. Вот тут страшная жена, которая вот покушала и предлагала мне. Хорошо, Бог сказал Ебу. И что ты скажешь? Ой, ну, это не я, тот змея, страшный, который ты создал. Тот змея пришла. Вот он предлагал мне, вот, кушать. И вот я кушаю. Бедный я. Лучше было бы, если я напросто созрелся к тому, что, ну, да, Господи, я вообще дурачка. И да, я кушала то, что не нужно. Ты сказал ясно и четко, что не кушай. И я покушала, и я извиняюсь. Вот так мне сказала. Адам тоже. Лучше было бы покаяться, сказать, ну, да, Господи, ты сказал, что нельзя кушать. Ну, я кушал. Чем дать кучу извинения, что, ну, да, ну, та женщина, которую ты дал мне. Она мне, она кушала, и потом предлагала мне. И вот, бедный яков, бедный муж, вот кушал то, что жена, как сказать, приготовила для меня. Вот. Нет, это лучше, нет. Но все равно был какой-то дол покаяния. Потому что Бог раньше сказал, в тот же день, когда вы кушаете, вы умираете. Ну, в тот же день они не умерли. Почему? Ну, потому что Бог как-то принял какое-то мере покаяния у них. И с нами так же. Нам надо покаяться. Ну, как мы сможем? Вот. Если желание есть, я считаю, что это самое главное. Допустим, именно здесь, на этом трибуне, ко мне пришел людей, говорят, что Дангтон, я очень хочу креститься, но, понимаете, я алкаш, я выпрекаю. А что, я не могу. Смотришь? Вот. Потому что, что Бог требует от человека? Сто процентов? Чистота? А разве человек простоял здесь перед тридуном и сказал бы мне, ну, Дангтон, я бросил алкоголь, я вообще молодец. Все, как? Я вообще дальше не крещу, я поэтому готов принять крещение. Нет, нонсенс. Нонсенс. Это так. Такой человек не существует. И тем более, такой человек так не простоял бы и не хотел бы принять крещение. А зачем? Если ты считаешь, что ты вообще без порока. зачем тогда принимать правильность и благодать Иисуса? Вот. Итак, по-моему, это мое толкование, что вот Садикия покаялся, но не идеално, так как Адам и Ева, я тоже считаю, что они покаялись, но он не так, как нужен. Все равно, Бог это принял. И они не умерли, так как он сказал, что в день, когда вы кушаете, умираете. В этом же день они не умерли, жили еще 900 чем-то лет. И, кстати, написано в 9 стихе, и сжег дом Господень и дом Царя, и все дома в Иерусалиме. Сжег огнем. Это как исполнение то, что Еремия сказал 17 главу 27 стих. Если вы не будете покаяться, то это Иерусалиму, то вожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертовки Иерусалима и не погаснет. и не погаснет. Значит, Бог угрозил им вечные огня. Он пожрет чертовки Иерусалима и не погаснет. Ну, видимо, что то понятие вечного огня это метафор. Это не надо воспринимать буквальным образом. Да, буквальным образом счелк дом Господем и дом царя. И все дома вообще щелк огнем. Но тут огня нету там до сих пор. И так, когда Иезус сказал, что грешники будут умереть вечным огнем, я не думаю, что мы сможем это воспринимать буквальным образом. Нет. Это метафора для гнева Божия. Это метафора. Потому что не смотря на то, что человек очень плохой. Бог не будет тот человек буквальным образом мучить вечный. Нет. Наказание мучить не будет. Но в конце концов возмездие для греха является смерть и не вечное существование. Мы из праха вернемся туда в праху. Итак, насчет вечные огня. Понимаете, что это символ. Бог угрозил Иерусалиму вечные огня, которые не погаснут. И вот исполнился здесь с чок дом Господень и дом Царя. И все дома большие с чок огня. Вот тот огня это не там до сих пор. Нет. Это символ вечный гнев Божий. Он не значит, что исполняется буквальным образом. Я сейчас хотел на 23-м, если Андрей, сможешь на 23-м главарь? Я еще знаю. Не пробую. Четвертая книга Царств 23-я это насчет реформации, которую сделан в Иосия. А спускал несколько лет после этого Бог отправил царя Бавилонский, чтобы уничтожать Иерусалиму и целиком царство Юдине. Так как читаем 25-ю главу. А здесь 23-е мы читаем, как Иосия делал кажется такой реформации и все покаялись. А через несколько лет Бог им уничтожал. Значит, что мы сможем покаяться и сможем делать реформации так сказать чистый поверх уровень. Только так, что ну да, мне надо покаяться, да, я признаюсь, что это не то. И вот продолжаем. В конце концов, это не то. И это, к сожалению, тонность человека. Иметь какой-то совесть, какой-то бип-бип, что ну да, 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 мне надо кое-что делать. Жить такому грешным образом, да, это не то. Ну, потом вернемся к нашему традиционному, можно сказать, традиционному путь греха. Это вот так. Ну, тогда читаем в втором стихе, Тодиосия собрал все жители Иерусалима, все людей, весь народ от малого до большого и прочел вслух их все слова книги завета найдены в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господнем завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его. Они все, вот, весь народ вступил в завет. У них уже были заветы, но они обновили тот завет. И то понятие, наверное, то, что мы совершаем, когда мы делаем прерывание хлеба. Мы возьмем тот чашек, тот чашек нового завета. А мы уже завершали завет, уже выступили в завет, когда мы приняли крещение. Но здесь они обновили тот завет. И это то, что мы делаем, по-моему, когда мы делаем прерывание хлеба. Есть и тоже тех, которые страдуют под вопросом «могу ли я перекреститься?» Они, наверное, приняли крещение раньше и потом как-то созрелись к тому, что я не то жил, я не то понял, я не совсем то понял, это был шах, право на шах, но кое-что волнует «могу ли я перекреститься?» Ну, скажу так, мы сможем обновить завет с Богом. Мы сможем обновить завет. Мы это видим здесь, 23 глава. Он прочитал им все слова книги завета, и потом они опять делали завет, обновили завет с Богом. по-моему это ничего страшного. Если совесть как-то пытается об этом, что как-то чувствует, что надо делать, то делай. Надо жить согласно совести. Так, он сделал в 4 стихе «Все вещи сделаны для Ваала и для Астарта и для всего воинства небесного и счелк их за Иерусалимом в долине кедром и велел прах их отместив в эфире». А сколько раз мы читали в этой книге «Третье царство, Четвертое царство», как какой-то царь или пророк явился и уничтожал Баал и как-то участвовал Иерусалима из всех кумирий, идолопоклонства и так далее. А спустя несколько лет опять какой-то царь, какой-то пророк явился и это делал. Значил бы, что покаяния не было от самого сердца. Покаяние как-то не совсем. Это, к сожалению, наша клонность как-то покаяться, как-то иметь какую-то совесть, что ну да, это не то, что я делал. И вот повторяем. И опять повторяем. И Израил это делал, это делали. И то, что мы читаем здесь в книге царств заканчивая в 25-м главе, где написано, что да, в конце концов, Бог явился через царь Вавилонских и уничтожал и храм, и вес царства и юдиня. Бог будет в конце концов судить. В 6-м стихе и внес астарту из дома Господня за Иерусалим. Ужас. Астарт был в доме Господня, то есть в храме. У них всегда были такие тенденции и служить Господу, в смысле Яхве, плюс своих богов. Они смешивали это место. И чтобы пришлось внести астарту из дома Господня за Иерусалим. Например, мы сможем считать, что я верю в человек. А я буду сплетничать по тот человеку. И в моменте, когда мы говорим, что я видел его, я уверен, что он такой, я уверен, что он это украл, я уверен, что он его. Он считает, что нет, я правило делаю, потому что я помогу людям проинформировать им о том, что тот человек вообще такой плохой. Как мы смешивали духовности грехом и грех. Сплетни это грех. А на момент, пока мы это делаем, мы считаем, что это какой-то мере праведности. Или женщина богатая считает, я хочу новой кухни. Это стоило бы 50 тысяч евро. Ну ладно, у меня деньги есть, тогда я буду тратить 50 евро на такой суперский новой кухни. Почему? Потому что я буду безусловно я буду приготовить еду для бездомных. бездомных любую кухню. Не надо такой шикарной кухни. Не надо кухни. Почему? Она смешивала мотивации. Я хочу богатая женщина. Я хочу кухни итальянской даже кухни дизайнерами за 50 тысяч. А потому что я такая хорошая я хочу бездомных приготовлять еду. Похоже здесь астарт бог бог господне и надо радикално сам себе как-то испытывать и понять что это не то. Не надо постоянно как-то сам себе оправдать. Кстати написано что он вынес статую из дома Господня к потоку кедрону. Это Иисус который перешел тот поток кедрону явился и они его сдержали и распяли и он думал зная писание что ну да на этом же поток царь Иосиф вообще уничтожал все богов и так далее чтобы служить Яхве служить Богу только единственно единственно это ободрил бы ему то библейские истории должен и нам ободрить 10 и осквернил он то фет что на долине сыновей Энома тот долине сыновей Энома это в Новом Завете назывался Ге Энома Геэна и в этом долине было постоянно огня где они бросили все мусори и опять из этого начиналась тот метафор Геэна как место для вечного уничтожения но не значит что человек будет как-то учиться в сознательном виде Вечном Итог Геэна это отсюда долины сыновей Энома Ге Нома Геэна вот это буквально местность возле Иерусалима это не какой-то ад или преисподний это все то что людей придумали чтобы пугать вот людей ходите в церкви будьте хороши пройдите десятину иначе ждет для вас вот вечный огня но это это пугает вот это не так по-библейскому и 21 и повелел цару всему народу сказав соглашите пасху Господу Богу вашему как написано в своей книге завета потому что не было соглашено такая пасха одни судьи которые судили израиля во все дни царей израильских и царей иудейских здесь у нас какая-то картина о том что израиль были вообще такие слабы они вообще даже не соблюдали пасху как нужно вот это уже до конца своих истории потому что в 25 главу через спуске несколько лет Бог будет уничтожать все царство и людьми здесь Иосиф приглашал им соглашите пасху Господу Богу вашему потому что не было соглашена такая пасха в дни судьи которые судили израилья во все дни царей израильских и иудейских значит они знали законы вообще это не соблюдали они такие слабы а Бог столько веков им терпел его терпение с израилом это безусловно ободрение к нам что он фактически очень мягкий с нами есть те которые считают что Бог как-то жестокий но он не жесток он наоборот очень терпеливый он столько веков терпел свой народ которые даже не хотели соглашать Пасху Господу Богу итак не смотрим на всякие вот реформации которые тот царь Осия делал спустя несколько лет у нас 25 главу 4 книга царств и Бог уничтожал Иерусалиму так в 26 стихе написано однако Господь не отложил великую ярости гнева своего какую воспилал гнев его на юду за все оскорбления какими прогневал его на носе значит не смотря на то что Юсия сам был хороший и весь народ который ему придерживали все равно Бог не отложил ярости гнева своего значит один человек не может как-то стоять перед Богом в этом контексте и как-то отложить великую ярость и гнев против грешников если мы грешили то мы не хотим покаяться хотя мы наверное показываем поверхности что ну да хочу покаяться но нет Бог смотрит на сердце человека в этом плане Иисус является наш спаситель а только спаситель для тех которые на самом деле хотят передумать хотят покаяться и для тех которые вообще это не хотят которые только делают всю поверхность да нет где основания для спасения если человек сам в конце концов это не хочет я верю что мы не такие мы хотим быть в церкви Божьем но мы такие слабые ну ладно мы слабые но мы хотим по-честному мы не хотим грешить мы хотим быть с Господом и вот спасение Иисуса это именно для нас это не для тех как здесь тех которые только показали что да хочу вот показаться что я духовный человек ну сердце видимо они очень далеко от этого мы не такие мы хотим быть с Господом мы хотим быть в его церкви и попасть туда и жить там вечно итак умоляем я с Максимом умоляем вас принимайте крещение не переживайте что вот ты как-то не готов не достаточно такой никто из нас такие не стесняйтесь вот обратите к Максиму либо ко мне давайте помолимся очень помоги очень нам каждому чтобы мы на самом деле покаялись бы чтобы мы на самом деле желали бы попасть в твоем вечном церкви и дай нам твое духовное укрепление чтобы на самом деле мы будем туда попасть спасибо спасибо тебе очень за то что пока мы ждем пришествия Иисуса ты дал нам кушать ты дал нам жизни и какой-то мере здоровья слава тебе очень от всего сердца во ими иисусе а и и и и и и и и